Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Надеюсь, в обычном для себя и привычном режиме. Как всегда, программы «Живые» с понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера в эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живы беседы беседуем, ну и песни поем. Это совершенно естественный процесс, поэтому прошу любить и жаловать. Если вы до сих пор не слышали ничего об этом коллективе, а такое бывает, бывает достаточно часто, то знакомьтесь, есть с чем, скажу так. Традиция. Она у нас сложилась достаточно давно. Познакомили вас с группой чуть позже, сразу после того, как они споют свое первое произведение, заготовленное сегодня в их трек-листе. Итак, живой звук в программе «Живые». Поехали? Наверное. Субтитры создавал DimaTorzok Между небом и землей Метров диких мчится стая А за этой стаей дикой мчит Ветров седой погонщик мчит Ветров седой погонщик Кто со мной поспорить смеет Сибиравных я не знаю С моей силой великой Силой мощь, день и ночь Света страхи убегают прочь Штарман, пулей, ливнем Тобой идут мои войска Моя победа так близка Я битвою живу одной, чтоб пыль Топать в небес покой Штарман, пулей, ливнем И я в ног на землю не спущусь Я, мол, не весь небес сорвусь В рамках и грусты с очами Искрянья погода, и я позвист Я свереб и беспощаден Ветвец за свои владения Там, где правит зима и ветер Гибнет солнце, ясный свет Темнее ночи, там рассвет Ясный день со мной не сладит Не ведет меня в смятенье Его взор так чист и светл Слышишь меня, гибель моя Смерть твоя не долго длится Вскоре вновь восстану я Ливни, бури, ветры Там пойдут мои войска Моя победа так близка Я в битву живу одной, чтоб пыль Топать в небес покой Штарман, пулей, ливнем И я в ног на землю не спущусь Я, мол, не весь небес сорвусь В рамках и грусты с очами И искренне погода И я посвязь Он воспитан, бури, быль, и это не забыл Швыряя с неба ветры Он расколет в небеса И пропает гроза В честь поражения света Штарман, пулей, ливнем Там пойдут мои войска Моя победа так близка Я в битву живу одна, чтоб пыль Топать в небес покой Штарман, пулей, ливнем И я в ног на землю не спущусь Я, мол, не весь небес сорвусь Разоблюсь ты с очами Из гляния погода И я посвязь Ну вот, собственно, давайте будем знакомиться Если вы до сих пор не знали этот коллектив Прошу любить и жаловать Группа Арктида здесь сегодня И будем перечислять их по очереди Как у меня написано, уж извините Сергей Лобанов Дмитрий Машков-Клавиши Привет Антон, правильно Валабринский, видимо, так? Да, правильно Молодец, гитара Всем привет Василий Смолин, бас Всё верно Ну и на барабанах играет сегодня Человек, у которого свой собственный микрофон Отдельная хибарка Хоть и стекляшка, но своя Владимир Алёшкин Привет Слышно А ты сейчас чего-то так? Привет А я вас не слышу Да как это такое может быть? Вот так вот Да ладно У меня нет наушников никого Странный подход Ну сейчас разберёмся мы с этим Сейчас мы разберёмся, почему Я хоть не стесняюсь Сегодня за... Стесняешься? Он-то один вообще Я вообще не предполагал, что он понимает, что такое стесняться Так я никого не слышу Вот такой же барабанщик Сегодня за пультом звукорежиссёрским Звукорежиссёр коллектива Арктида Дмитрий Черников Правильный я произнес фамилию? Черников Ну и Сергей Добальский, наш звукорежиссёр На контроле Вся эта история Вот это и есть группа Арктида Сегодня, собственно, они представляют свой новый альбом Который у нас название Помни Помни? Да, мне помни Ну, хорошо А, в принципе, по мне тоже было бы ничего, если так посмотреть на эту историю Это для глэм В другом жанре Для глэм-рока, да, больше как-то Надо напомнить, как с нами связываться Если что Вы, конечно, можете писать смс-ки Можете писать что-либо в группе ВКонтакте Можете отписываться в чате на планете Можете отписываться в чате на сайте Ну, в общем, все возможные варианты 4647 Это короткий номер для смс ваших 4647 Пишите свои Затем уже делая пробел После чего Отписывайтесь Могут быть вопросы, эмоции Впечатления Ну, в общем, все, что считаете нужным Группа ВКонтакте Группа официального радио Своего радиоофициальной группы То бишь Там анонс уже выложен давно На фотографии текста А в тексте, собственно, название коллектива Выделено синем И, значит, активная ссылка Кликая на которую Оказываетесь в сообществе Замечательной группы Арктида Видео Зайдите, пожалуйста, на сайт Своего радио Своерадио.фм Там сверху вы увидите Плеер онлайн-аудио Слева в нем Онлайн-видео справа Кликаете на онлайн-видео И тут же оказывается картинка Которую нам представляет Планета Ру И там же есть, между прочим, чат В котором также точно можно Писать что-либо Это все, что касается Возможности связи с нами А теперь давайте, наверное Поедем по эфиру Что, собственно говоря Вас туда привело? Я понимаю, это альбом Прежде всего Какой он по счету-то у вас уже? Третий Номерной Номерной За сколько лет существования? Ну, за 11 лет Нам 6 апреля исполнится 11 лет Все, он все услышал Я спокоен Услышал? Ну, естественно Нам 11, Вовочка Нет Я Появились в наушниках звуки А, хорошо Звукочи разобрались наконец С тем Он сам себе там, видать, звук убрал Сидится Говорит, что не слышишь? Говорит, что не слышу Вот это Он коварный Ручки шаловливые На своем пультике прибрал Звучочек Это ваш Что значит ваш? Он у тебя стоит, значит, твой На эти 2 часа На эти 2 часа На эти 2 часа Он твой Я за эти 2 часа далеко Третий альбом за 11 лет Маловато А это претензии не ко мне Я только первый альбом с ними записал Хорошо, я понимаю Дима, маловато Маловато Ну чего так мало-то Нет, там у нас еще EP был У нас еще 2 EP-шники Ты как-то произносишь это EP EP-шник Я всегда радовался, когда появился eBay у нас в России Я так радовался этому названию А теперь, оказывается Так можно много Там гитара и бас EP-шник Третий альбом В этом альбоме Сколько у нас композиций получается? 12 с половиной И все вы их сегодня споете, я так понимаю Или старенькие тоже боевички будут? Не, ну, во-первых, надо оставить интригу, правильно? У нас 29-го концерта То есть послезавтра там Рассказывай, где? Где? В Моноклабе О, я теперь узнал, где В Моноклабе у нас концерт Мы с Харизмой играем Большая программа У них там 10 лет альбому 10 лет первому альбому В общем, тусовка будет что надо А сегодня мы сыграем Ну, пожалуй, большую часть Такую подавляюще большую часть Нашего нового альбома И один боевичок про запас Старенький мы тоже вот подготовили Это очень хорошо Очень хороший правильный подход Что касается песен из нового альбома Они где-то уже опубликованы в сети? Да То есть ни для кого Имея в виду вашу аудиторию Ваших поклонников Ни для кого это сюрпризом получается не будет Нет, альбом не сюрприз Мы решили сделать такой интересный ход То есть понятно, что трекеры Торренты никто не отменит Не запретит Кто хотел, уже выложил Поэтому мы предложили нашим слушателям Такую схему Они могут купить прямо у нас Напрямую цифровую версию То есть мы им даем ссылку Полагаемся на их честность Потому что У нас же рок-музыка Если мы не будем полагаться На честность наших слушателей То кто еще будет на них полагаться? Вот, я тоже об этом Абсолютно И за скромную сумму По-моему, 150 Да, у нас рублей Ну это у нас Да, просто Наша цифровая версия Она будет с буклетами В высоком разрешении Ну что бы с картинками Вот А на Google Play и iTunes Он стоит всего лишь там 90 рублей То есть в цифровом виде без картинок Без картинок Ну в принципе копейки Копейки Смешные деньги вообще Вы на этом вообще ничего не заработаете Но это же не главное для вас Не сама цель Да Заработать кучу денег Да ладно Ну да Кому мы врем сейчас, ребята Сергей тоже впервые услышал о том Что не сама цель У музыканта зарабатывают деньги Так что ты для него сегодня Откровение за откровением Просто выносишь Давайте готовься к следующей песне Я пока прочитаю Несколько сообщений Которые прислали Сергей Малыш написал вот Что первая песня Сразу любимая Ребятки вы радуете Серега в форме Клавиша звучит сегодня Крайне интересно Привет от Сергея М из Новосибирска Серега привет Параман Так зовется человек Пишет вот Что отдельное спасибо Группе Арктида За песню Прости Хотелось бы узнать Правда ли Сергей Ломанов Будет петь В группе Ольвии Сия тайна покрыта мраком Так если люди об этом знают Ничего себе тайна Ну дело в том Что я об этом не знаю В общем проблема У него сегодня Вечер откровения Значит Сергей Нестеров На каждом из ваших альбомов Есть один кавер На последнем кавер На Мотли Крю Почему именно на них Да И надрать всем задницы смогли Как-то уж слишком В духе боевиков 80-х производства США Ну потому что Мотли Крю так и спели Надрать всем задницы смогли Вот А почему Мотли Крю Ну потому что Классная группа Потому что там есть эта фраза Там есть Это самое главное В этой песне Просто есть хорошая фраза Которую прикольно перевести на русском Ее До нее все докопались Вот все Все докопались на форумах Все докопались еще до одной фразы Мы не будем ее в прямом эфире Там про леди Да У которой очень классное тело Фигура 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 просто зашипись Ну это же оригинальный текст Правильно? Ну как Да Оригинальный перевод Ну все А люди слушают Понимаешь песни Мотли Крю Ни черта не понимая Все потом как-то на русском языке И услышат Что это такое Что они поют Они поют Мотли Крю Ребята надо изучать Нам так и писали Что лучше не знать О чем поют эти группы Я тебе скажу по секрету Иной раз Даже владеющие языком люди Ни фига не понимают Из того что поют На английском языке Потому что обычно рокеры поют Что спел Кому это было надо Особенно вокалист ACDC Тем более Что будет следующим номером Вашей музыкальной программы Песня Которая одноименно С нашим альбомом Помни Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня Арктида Поехали Вы к совершенству Долго шли Вы изменили Все что могли На свете Вы покорили этот мир Но остаетесь Как прежде людьми Поверьте Танцуете Грядущих дней Вы несомненно Стали сильней И лучше Пройдя на грань Добра и зла Неуязвимы Ваши тела И души Слушайте Предков Ковзов Из глубины Веков Помним И ваше прошлое Помним Что было прожито Помним 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 Пусть скрынули в лету Сомненья и страх Болезни и старость Пропали в веках Но знайте Вы живы Покуда жива Мамень людская В железных сердцах Вы разучились горевать Только историю Забывать не смейте Тех, кто кричит Вон сквозь века Тех, кто не кланялся Ни врагам Ни смерти Чтобы огонь Не газ Не позабудь Стена Помним Ваше прошлое Помни Что было прожито Помни 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 Пусть скрынули в лету Сомненья и страх Болезни и старость Пропали в веках Но знайте Вы живы Покуда жива Мамень людская В железных сердцах Помни Помни Пусть капли в лету сомненья и страх, болезни и старт пропали в веках, но знаете, вы живы, покуда жива, память людская в железных сердцах, память людская в железных сердцах. Спасибо, я политик чуть-чуть просто. Сегодня и для меня вечер откровения оказывается. Да, в ротации она звучит, и, кстати, на ней очень хорошая реакция была всегда на эту песню, и сейчас тоже. Народ подпрыгивает, в хорошем смысле, от радости, от удовольствия, получая и могу. Значит, самое неожиданное для меня у Арктиды это про девочку гей. А так ничего, группа. На Арию и прочее похожее. Кое-что есть даже в плейлисте. Так вот, девочка гей, как-то оно вообще возникло. Вроде как совсем не вписывается в то, что сейчас делаете, спрашивает Павел Андрюшин. Что касается на Арию, похоже. Меня всегда это веселило. Если группа играет тяжелую музыку с высоким голосом, значит, похоже на Арию. Если группа играет рок с женским вокалом, значит, похоже на Земфиру. Ну, никак по-другому. Такое ощущение, что аберрация слуха иногда у людей случается, да. Не слышат мелизмов, имея в виду вокальных ходов, не слышат рифов гитарных. Ну, просто громко и мужской высокий вокал. Всё. Ария. Ария. Музыканты играли хорошо. Громко. Вот так. А что касается девочки гей, давайте признавайте, что это такое был за эксперимент у вас. Ну, это просто эксперимент со стилями вообще. Эта песня вообще, на самом деле, уже мы давно её не исполняем, с 2011 года. Её придумал бывший наш участник. Ну, хорошая песня, прикольная, да. На концертах народ её хавал, потому что она такая танцевальная. То есть там электрон такой индастриал, прям индустриальный такой металл. Арктида вверх. Арктида вверх. Да, руки вверх. Только в тяжёлой обработке. Ну, а сейчас мы более такой ортодоксальный рок играем, да? Да. Ага, ортодоксальный рок, посмотри на наш сетлист. Нет, секундочку, давай теперь разбираться в терминах. Что значит ортодоксальный рок? Ну, такой, хэви-металл, можно сказать. Термин боян. Это хэви-металл, вот то, что вы играете? Ну, возможно. А мне казалось, симфа. Ну, симфа-металл. Больше к симфу куда-то туда. Ну, это же всё хэви-металл. Да всё хэви-металл. Всё ария. Всё ария, да. Да и ария к хэви-металл, мне кажется, не имеет ни малейшего отношения. Ну, хард-рок, ладно. Какой это хэви-металл. Вообще на жанры делить не люблю, это пускай делают журналисты. Наша задача показывать хорошую музыку, а уж как это называется, кто это как назовёт. Кто-то, может быть, шансоном вообще назовёт то, что вы делаете. А, да, возможно, одиннадцатая песня так покажется людям, да, когда мы в конце нашего сэта. Если шансонетка у вас есть. Вот если кто-то назовёт это шансоном, ну, пусть скажет мне это в лицо. Ну, ладно, ладно. Подожди, я же пока в студии, если что. Я же могу. Мы договоримся, если вдруг она будет мне напоминать что-то из этого жанра. 46-47, это короткий номер для смс-ок. 46-47, сначала пишите свои, делайте пробел, дальше ваши сообщения. За творчеством группы слежу очень давно. Группа класс, мужикам удачи, хороших песен, полных залов и верных фанатов. Желаю удачи. Без подписи. Вот такой вот сообщение. Просто спасибо, без подписи. Просто пришло сообщение на смс-портал с пожеланием радости. А что для вас радость вообще на самом деле? Давайте-ка попытаемся в этом разобраться. Что самая большая радость для каждого из вас? Вот я к музыкантам ко всем. Серёга, начинай. Ну, для меня лично самая большая радость, это когда все близкие, все родные люди здоровые. Ну, для меня, как бы, это такая интересная особая тема. Вот, поэтому на самом деле, вот, с учётом прожитых лет, пусть мне их и немного, да, я могу с уверенностью сказать, что, когда близкие здоровые, всё можно сделать, всего достичь. Это счастье. Счастье. Хорошо. А я более эгоистичен. Когда я здоров, тогда хорошо. Когда я здоров, да, я просто сейчас болею маленько. Та же ерунда. Та же ерунда, да. То есть, вот, но, когда я здоров, когда полные залы народа и под твою музыку колбасится, вот это, наверное, счастье для меня. Вот так ты определяешь. Всё остальное в жизни, там, вкусная еда, хороший, вкусный. Ну, можно деньги, но денег, чтобы хватало. Вот так. Вот так, да. То есть, мне не надо многое. Мне главное, чтобы хватало на жизнь, на Мерседес 600-й. Ну, что, нормально. Кстати, возвращаясь, когда близкие здоровы, они всегда могут вкусно покормить. Слушай, ты гораздо практичнее, я тебе скажу. Ну, я и в данном случае. Ты, Дим, кто научил, он уже не соображает нифига по жизни, пока ещё молодой совсем. Василий, да, давай, дорогой. Ну, на самом деле, для меня счастье или радость, это, скорее всего, достижение своих каких-то целей. Каких? Ну, вообще, в жизни, да, в музыке, это, опять же, сама отдача, да, от того, чем мы занимаемся. То есть, перейти на семиструнный бас, наконец, цель. Ну, можно и на восьми струнных. Пока шести, вот, освоил, теперь надо на семью. Ну, мне бы пока ещё шестую струну освоить, а там уже, а там будет счастье. Она про запас пока, да? Ну, то есть, у тебя нет никаких особых, да, ну, скажем, ответов на этот вопрос? Ну, особых, опять же, мы занимаемся музыкой довольно-таки давно, да, как бы, это то дело, которое мне очень нравится, которое я очень люблю, и люблю группу, прямо всем сердцем. Ну, и, соответственно, я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, да, это, как бы, очень большой подъём вверх, особенно этот альбом, который мы сегодня представляем. Поэтому для меня это самое, я думаю, важное именно в музыкальном плане. Смотри, какой золотой человек у вас, басист, я тебе скажу. Золотой, Антон. Ну, чё, чё, говорить он умеет. И играть тоже, между прочим. Кстати, да, вот, когда подходишь к микрофону, в общем, желательно бы его к себе, а не тебя к нему. Ну, я на всякий случай, вот-вот, берёшь и тянешь к себе. Давай, дорогой. Так, ну, для меня счастье, да? Да. Счастье. Пятёрки в МГИМО. В МГИМО учишься? В МГИМО, да. Ну, не такой уж я отличник, если честно. На кого учишься в МГИМО? На, ну, на журналиста. О, коллега будешь? Международник? Коллега буду, да. Журналист-международник? Журналист-международник. Гитарист-международник-журналист? Да. Или тебе образование нужно просто для, как вот, для корочки? Образование? Ну, мне вообще-то, да. Образование-то так... Не говори об этом. Педагоги могут слушаться. Педагоги могут. Ну, так что такое? Вообще, счастье, ну, наверное, это какое-то ощущение гармонии, да. Всё, что было ранее сказано, туда входит. То есть, мне можно сказать, для счастья, наверное, даже больше надо. То есть, здоровье близких, и занятие музыкой, там, группа, и вообще, когда всё, что нравится, и всё в жизни складывается как надо. Хороший ответ. Обтекаемый, конечно. Когда всё в жизни складывается как надо. Следующий вопрос от меня должен был, а как надо? И кому надо? Ну, а тогда мы ещё минут на 80 под водочку и коньячок сидим, разбираемся. Ну, в общем, понятен ответ. Ответ понятен. Спасибо большое. Владимир, он уже успел подумать, он уже успел прикинуть. Да, у меня уже все варианты перебрали передо мной. Давай, что осталось? Ну, у меня счастье заключается в следующем. У меня дома аквариум. Если там не дохнут рыбки, у меня счастлива женщина. Если у меня женщина счастлива, она меня хорошо кормит. То есть твоя задача вовремя кормить рыбку, чтобы вовремя кормили тебя. Для меня это откровение, Вова. Вообще красавица. А вот теперь мы возвращаемся к теме, зачем мы пришли на радио, чтобы узнать кое-что друг о друге. Вот-вот. Он мне напомнил анекдот про Василия Ивановича Петьку и про логику. Помните? Да, ты женщин любишь. Ну, там длинная такая логическая цепочка. Нет, я после эфира расскажу, для эфира не годится. Там про спички, что ли? Там про рыбку, про рыбку, да-да-да, и про секс. Надо петь. Надо петь. А, следующую песню мы, наверное, для вас споем. В смысле, для программы «Живые». Просто песня следующая, она как бы про нелюбовь к фонограмме. Это вы молодцы. Мы тоже терпеть не можем, поэтому мы все живое. Здесь это «Живой звук», и, собственно, на этой песне мы сейчас скажем. Она называется «Без комментариев». Понял. Welcome to социальные сети. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Арктида со своим новым альбомом. Как называется альбом-то еще раз? Помни. Помни, да. Помни, помни. Я же зафиксировал уже «Помни». Поехали. Поехали. Альбом красила заря, сумракорваные края. Вас очень много, вы и я. Как друг на друга вы похожи. В вашей толпе я лишь прохожий. Ваши надежды там на дне, Где мишура и блеск камней. И вы, я часть, вы сроднились с ней. С жизнью в ловушке яркой фальши. С жизнью без музыки настоящей. Без комментариев, без комментариев. Ваша любовь мимо сердца ударила. Чёртов все правила, старые правила. Вечер, свобода и рот сегодня со мной. Вечер ползет сквозь крики птиц, Сквозь лабиринт ненужных лиц, Сквозь пустоту чужих глазниц. Пусть остаются бафос, дэндура, Правила вашего ламура. Без комментариев, без комментариев. Ваша любовь мимо сердца ударила. Тома безвешен и на небес не решен. Я вечер, свобода и рот сегодня со мной. Сосынили с дома в махромом стиле гоно. Здесь каждому знакома работа на карман. Невольники фанеры, забудьте про манеры. Таланта не прибавит вам продюсерский диван. Без комментариев, без комментариев. Мне наплевать на дурацкие правила. Зайки и пуси с рождения старые. Чмоки лапуси большие и малые. Без комментариев, без комментариев. Душки расставлены, фрики расставлены. Рога, любовь и друзья и свобода. Это ваш мир, и вам нет туда входа. Ночь, ты поймешь меня. Ты сегодня со мной. Вот это финальная точка была хорошая. После фразы «со мной». Русская народная группа Арктида. Это дилей. Кстати сказать, Андрей Демян чудную совершенно написал сообщение в группе. Своим привет пишет он. У нас в армии была памятка. Но мы ее так и называли «воин помни» вместо «воин помни». Но для армии это актуальная тема. Если кто служил в тех местах, где трудно... Ну ладно, это не хочу сейчас портить настроение общее. Но памятку иногда можно было и помять. Полезнее, полезительнее было. 46-47 это короткий номер для СМС. К ваших сначала пишите свои. Пробельчик, потом уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива. Мужикам удачи. Подпись Терентьев Максим из Пскова. Удачи. Ну, я не знаю, может быть вы знакомы с Терентьевым Максимом? С Терентьевым знакомы, с Максимом не очень. Ну, я понимаю, с кем из Терентьевых вы знакомы. Ребята, браво, спасибо за ваше творчество. Вы обречены на успех, пишет человек. Страшно. Ждем вас в Липецке. А что насчет гастролей? Давайте рассказывайте тогда, какие планы у вас на гастроли? Ну, в Липецк пока вообще даже не разговаривали с Липецком. А по поводу гастролей... Ну, у нас в начале мая будет такой мини-турчик на юга... Это куда это? Новороссийск-Краснодар. Вот. Эти два города поедем. Потом 24 мая мы в Муроме играем. 27 июня мы играем в Свердловской области на байкфесте под названием Рысий след в городе Реж. Да, Рысий след называется. Память у него просто сумасшедшая. Да, так я все приходится договариваться о концертах. Ну, то есть ты руководишь всем этим процессом, по сути дела. Пока да. Так. Пока да. Но в скором времени, я думаю, что не буду. У нас дилектор наш сидит. Вот он будет у нас этим скоро заниматься. Бедный-бедный. Бедный-бедный, да. Я вижу, за голову хватается. Так, ну, то есть турчик будет. Это хорошо. Турчик будет. Гастроли есть. А концерты, ну, скажем, в ближайшее время где-либо в Москве, в Питере, в таких городах больших? Ну, вот только 29-го в Моноклабе будет. И все пока что. Да, пока да. С Питером вообще какие-то проблемы. Что такое? Не знаю, не зовут. Что-то не зовут. Не зовут. Вот не зовут и все. Подожди, после сегодняшнего эфира позовут. Послушают в Питере. Вот скажут, ух ты не... И позовут. Питерцы, мы хотим к вам приехать. Давайте, зовите нас уже. Мужики-красавцы. Делают интересную музыку. Мощно и в то же время мелодично, красиво. Сергей просто великолепен своими вокалом. Рвет просто. Спасибо вам большое. Ждем в Нижнем Новгороде. Если можно, пускай гитарист запилит солягу какую-нибудь. Он очень круто играет. Давай. Но не хватает его на записях, пишет Максим Антипин. Да как не хватает? Извините, что перебил. А, я закончил. В девяти из тринадцати песен сольные партии есть. Ну, человеку, видимо, не хватает. Не хватает. Чтобы надо было, чтобы в тринадцати было. Ну, у нас ничего другого. А вот сейчас вот, Антон, вот так взять просто в наглую. С моей стороны, это, конечно, была бы, наверное, подстава. Но, с другой стороны, ты же будущий журналист. Ты должен понимать, что надо откликаться на провокации. А может быть, просто так вот сходу взять, да и запилить какую-нибудь солягу сейчас? Вот для Максима Антипина конкретно. Ну, и для нас тоже. Мы тоже любим сольные партии. Гитарные. Сможешь? Смогу, конечно. Да без базара. Давай. Давай. А музыканты пока отдохнут. Мы покурим сходим. Да, пока отдохните, пожалуйста, пока Антон поиграет. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау! Ты мне скажи, женат, нет? Нет, пока нет. Девушка есть? Девушка есть. Жалко, хотел посватать тебя сейчас. Смотрите, красавец, мгимо, на гитаре шпилит, да еще как шпилит. Просто вот, что называется, на выданье. На выданье. На выданье. Девушка есть, да, но пока не на выданье. Здорово. Спасибо большое, что не отказался. Это всегда полезно и всегда много говорит о человеке, прежде как, я музыкант тоже, когда его просишь о чем-нибудь, он говорит, да без базара, без проблем. Гитарист уровень бог, пишет Саня Шибанов. Павел Андрюшин, круто. О, Маврина за угол задвинул, пишет Владислав Ангеловский. Пожалуйста. Смотри, какие сразу... Маврина, это вряд ли. ...какие респекты. Максим Антипин написал, красавец. Спасибо, он просил, он тут же отписался, что красавец. Максим Антипин. Да, я запомню. Запомни имя этого человека. Максим Антипин. Я к тебе приеду. А Ксения Бондаренко пишет, сижу и рыдаю от счастья. Ты не знаешь, почему Ксения Бондаренко рыдает от счастья? Нет, я не знаю. Но он не раздевался еще, погоди, Ксения. Нет, вы ему такие вопросы задаете, у него девушка смотрит сейчас эфир. А при чем здесь девушка? Девушка сколько угодно может смотреть эфир. Я сейчас спрашиваю, почему Ксения Бондаренко рыдает от счастья? Это меня лично уже интересует. Вопрос Ксения Бондаренко. Ксения, будьте добры, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, почему вы рыдаете от счастья. С одной стороны, приятно, что от счастья, с другой стороны, зачем рыдать? Извините, что подставил, пишет Максим Антипин. Ну, в общем, все, по-моему, складывается замечательно. Пора петь. Петь. Да, петь с ограничением, сказал он. Эта песенка уже была. Ну, не, она из нового альбома. Она из нового альбома. Все, значит, поем, правильно? Конечно. Как называется песня? Песня называется, как там, по-русски или по-не очень? Гудьба. По-русски или по-не очень? Надо же в премьерах у нас прошла, между прочим, в астерии своего радио. Неожиданная была песня для меня в вашем исполнении, прямо скажем. Ну, как-то неожиданная. Я же начал было, поиздевался немножко. Русская народная группа Арктида. Вот подтверждение тому, что это русская народная группа. Арктида, да. Арктида. Погнали. Как всегда, живой звук. В программе живой. Поехали. Опа! Давай. Поехали, поехали. А вот мы еще вот так можем. Оп. Да. Давай, давай. Давай. А я достану дочку враги и друзей всех соберу. Эх, с ними с пьяными не сладит. Лягу спать лишь поутру. Эй, вместе, эй, топнем песни, веселье и гудьба. Эй, встанем, эй, спляшем. Небо слабоет нас окна. А вот за стол мы сядем дружно и по новой разорем. А как мель в башку ударить, снова поплясать пойдем. Ночь уже давно спустилась, но светло в моей избе. Лишь по браке всем хватило, чтобы быть на веселье. Эй, вместе, эй, топнем песни, веселье и гудьба. Эй, встанем, эй, спляшем. Небо спокоит нас окна. Вы играйте, вы плещите руку, а мы споем сейчас. А если что не так, простите, ну-ка, враги, вылетел на нас. Эй, вместе, эй, топнем песни, веселье и гудьба. Эй, встанем, эй, спляшем. Небо спокоит нас окна. Эй, вместе, эй, топнем песни, веселье и гудьба. Эй, встанем, эй, спляшем. Небо спокоит нас окна. Эй, вместе, эй, топнем песни, веселье и гудьба. Эй, встанем, эй, спляшем. Небо спокоит нас окна. Ну, а теперь давайте колитесь, скажите мне, чья это была идея? Лебедев. Да, это был Владимир Лебедев, собственно, основатель группы. Он придумал такую песенку вообще. Там была история какая-то, песня довольно старая уже, и она с 2003 года. Вошла только в третий альбом, можно так сказать. У нее сначала был придуман вообще риф. А потом Володя просто написал текст и что-то мелодию напел, и как-то получилась песня. Ну и вот она что-то потом лежала, два альбома лежала, где-то там на задворках, не хотели ее играть, а вот что-то с парнями подумали, давай, а что? И поперло. И поперло, да. Нет, я понял, как под нее прет? Вечно не об этом. Очень часто музыканты говорят, что вот мы, допустим, создавали, когда альбом писали очередной, выбрали 12 песен, выбрали, так сказать, их под концепцию. Я всегда задаю вопрос, а что такое концепция? Мне говорят, ну это так, чтобы вот оно одно с одним как-то сочеталось. Вот эта песня вообще ничего не сочетается из того, что вы делаете. То есть вообще поставь эту песню, потом поставь другую вашу песню, ну я не знаю, светилы посреди планет, например. Спроси, это две разные группы? Скажи, да. Не может быть, это одна группа. Принципиально не может быть одна группа, потому что одна песня совершенно в одном стиле, другая абсолютно в другом. Не боялись, риск большой же, серьезный риск. А ну... Болков боятся. Я понимаю, да. А вообще, если говорить о, скажем так, целевой аудитории, ну, скажем, металлист, да, им, конечно, это не нравится. То есть у нас как, первая половина альбома — это такой хэви-метал, прям, ну такой рокешник, а вторая половина — это больше такой, ближе к року, к симфоническому року, да, уже. То есть более легкая музыка, да. Более пьяная? Не, не пьяная. Ну, гудьба пьяная же. Ну, гудьба пьяная, но она более-менее еще как бы хэви-метал. Все-таки это фолк-рок такой, фолк-метал, да, такой. Вот, а вторая половина, она более, там, такая попсовая, скажем так, вот. Все ее так обзывают. Ну, именно металлист. Вот. Ну, а нам как? Нам пофиг. Нам нравится делать разную музыку. Неохота себя ограничивать. Вот я играю только квинтами на гитаре. Ну, вот некоторые гитаристы, он играет только вот так вот. И он, как вот из «Металлапокалипсис», процитирую, вот этот белый гитарист, я не помню, как его зовут, он говорит, они когда решили играть блюз, он такой, я не могу играть блюз. Почему? Я не умею играть медленно. Давайте играть быстрый блюз. Быстрый блюз, да. То есть, ну, хочется и там попробовать себя, и в романсе. Мне просто жанр романс нравится. Подожди, а есть у вас что-нибудь в романсе? Душать. Нет, ну, нет, я имею в виду вообще совсем романс. Это и есть совсем романс. Ну, он тяжеленький такой получается. Там только пианинка и я. Ну, вот совсем романс, городской романс. Городского такого нет. На радио ретрострадание метро... Ран-да-да-дан, да-да-дан, да-да-дан. Ну, возможно, может и будет. Нет, не говорю прямо... Мне просто интересно, мне просто интересно грань. Нет, мы... Нет, мы сыграем, я говорю, опять же, 11-я песня, ее можно расценивать как шансон. Да, это 11-я песня, он все время в нее тыкает пальцы. Да. Я говорю, что ее можно расценивать как романс, да, то есть, как романс, а можно расценивать как шансон, да, то есть, кто как, кто на что гораст. Я мне не терпится уже конца программы дождаться. Да. Обидно. Ну, ты уже 11-ю песню, который раз напоминаешь о ней. Интрига, понимаешь? Интрига. Это 11-я песня, я к ней вот на это доживу, надеюсь. Мне будет просто интересно это дело услышать. Значит, Сергей Малышев вот что пишет. Еще раз убеждаюсь, еще раз убеждаются, что Лобанов... Убеждаются. Ну, ладно. Что Лобанов самый эмоциональный вокалист тяжелой русской рок-музыки. Казалось, вот сейчас в присядочку пойдет. Хотел, хотел. Нет, честно, знаете, что ограничило? Вот джинсы в облипку. Что ж ты так оделся сегодня неправильно? Значит, Владимир Бердишевский пишет. Какие вам больше нравятся концерты фестивальные или обычные? Те, которые в залах проходят часто, или вы выступаете на фестивалях? А я добавлю от себя, на каких, если выступаете? Ну, на самом деле, на фестивалях очень мало выступаем. Было предложение... Ну, мы выступали там... Последний раз мы выступали... Я помню, ну, мы где выступали? На Волга-байк-фесте. Был такой, да. Да, был такой фестиваль байкерский, где он проходил в Твери, в Тверской области. Байкерский. Потом закрытие у ночных волков. Где же там? В железнодорожном. В железнодорожном, да. Ночные волки там закрывались. Сезон. Не знаю, не знаю. Мне, конечно, больше нравятся клубные концерты. Мне, лично мне. Как парням, не знаю. Вот здесь я не соглашусь. Важно даже... В разнос пошли. Нет, здесь важно даже не то, какой формат концерта. Клубный это концерт или фестиваль. Важна энергетика. И если я приду в клуб, а там полтора человека, не будем опускаться, полтора человека, которые пришли случайно стены посмотреть. И фестиваль, ну на котором есть сложности. На любом фестивале есть сложности. Там что-то не прозвучало, чего-то не хватает. Но есть энергетика отдачи. То, конечно, мне это понравится больше. То есть важна энергетика, а не место. Василий что-то хотел сказать. Ну, на самом деле, я хочу сказать, скорее всего, ввиду своего профессионализма, да, именно как музыканта, я больше все-таки люблю, ну, именно в качестве инструмента, да, я очень люблю открытые площадки. То есть, опять же, ввиду того, что там более мощный звук, в первую очередь. Камбарь в задницу дует. Камбарь, да, субы, много киловатт звука. Есть где спрятаться. Ну, прямо когда чувствуешь, вот как... Дрожь в теле, тремор в пальцах, в общем, ничего делать не надо. Вот это оно и есть. Сам играет просто, рука сама играет, да. Это летние открытые площадки, я очень люблю такого рода мероприятия, как бы, веселые. Разошлись. Смотри-ка, для Димы клуб, для Васи площадка большая. Это же не повод для того, чтобы сейчас начать ругаться. Почему же? Я, может, этого и ждал сейчас. Может, скандалы хочется в конце недели. Радио 2. Вовочка, от тебя что? А мне здесь нравится, тут аквариум классный вокруг. А, то есть ты всё, ты уже прижился, я смотрю. Пультик свой, аквариум свой, микрофон. Чай есть, кофе есть, всё шикарно. Вот, видишь, как оказывается, и тут хорошо. И хлопают, и хлопают, а как же, а как не хлопать, когда хорошо? Чего ж не похлопать-то? Значит, смотри чего. Почти каждый концерт группы начинается с мурки. Это как-то связано с тем, что у участников группы было весёлое прошлое? Или просто песня от балды? Я не очень понял, вы играете мурку, что ли? А, да. А ну-ка. Не отпущу. Вот не отпущу вас сегодня, если вы этого не... Вы каждый концерт с этого начинаете, а у нас почему тогда этого не сделают? Русская народная группа. Я же говорю, что они умеют всё практиковать. А почему тогда эта традиция начинать с мурки-то? Нет, это был простой троллинг, на самом деле, с моей стороны. То есть я выхожу на сцену, да, и там стоят пацаны в коже, девчонки, все такие размазанные в красных, с красной помадой. Какие девчонки? Ну, рокерши, рокеры стоят, металлисты. А в зале ты имеешь? И вот так вот, да, в зале стоят. На них смотришь, вот так и хочется какой-нибудь вот... По голове погладить хочется немножко так это-то. И вот начинаешь, спрашиваешь, ребята, а вы слышали там Кеннибал Корпс, там, 92-го года, там, альбом? Один там поднимает вот такой, знаешь. А Мурку все знают? Да! Серьёзно? Серьёзно. И я говорю, ну что, споём? Споём. И в зал вот эти волосатые металлисты и девчонки вот так начинают. Мурка, ты мой мурёночек. Ну что, в этом что-то есть. В прошлый концерт не про канала, он играет Мурку, никто не понимает, все металлисты собрались. Попробовали другой эксперимент. Песню Мамонтёнка спели все. Пусть мама услышит. Да. Было, вот живые свидетели, пока ещё живые свидетели. Да. Это неожиданно. Слушайте, нет, ну вы молодцы, чего сказать. Очень артистичная, живая и честная группа. Арктида сегодня они здесь со своим альбомом. Помни. Я сейчас опять на помни срываюсь. Это нормально. Да, 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 не думай о белой обезьяне это называется. Давайте дальше петь. Что это будет? Следующая песня с похожим названием, только прости. Не по мне, а прости. Ну хорошо, я уже простил, если что. Нет, 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 на самом деле это песенка в конце для тех, кому не понравился альбом, прости. А, поёте вы её сейчас вот пятым номером. Да, ну если где-то что-то там не так. Ну давай, посмотрим, что это. Как всегда, живой звук в программе живые. Здесь сегодня группа Арктида. Поехали. Дождь жестоко по щекам флистал. Я измотан был, я так устал. Вдруг привиделась дрожит слеза и её бессонные глаза. Я не знаю, сколько мутных дней. Я совсем не вспоминал о ней. О других её я разменял, она все дни ждала меня. Если можешь, прости, мне другой не найти. Вдоль разлуки спил, всю до края. Я ошибся в пути, сердце в пропасть летит. Счастье там впереди твёрдо знаю. Я спешил к тебе и повторял. Я едва тебя не потерял. В час, когда, поверив в сладкой лжи, Заблудился в миражах чужих. Было душно, было горячо. Дверь открыл я собственным ключом. Сердце замерло в моей груди. И она шепнула, заходи. Если можешь, прости, мне другой не найти. Вдоль разлуки спил, всю до края. Я ошибся в пути, сердце в пропасть летит. Счастье там впереди твёрдо знаю. Если можешь, прости, мне другой не найти. Вдоль разлуки спил, всю до края. Я ошибся в пути, сердце в пропасть летит. Счастье там впереди твёрдо знаю. Твёрдо знаю. Ну вот, спасибо за эту песню. Я спрашивал уже, есть что-нибудь из городского романса. Первая часть этой песни был чистейший городской романс. Если отпилить вторую часть, то даже на радио шансон она могла прозвучать. Молодцы. Я в том плане, что очень разнообразная. Это клёво. Это на самом деле клёво. Я сейчас нисколько не иронизирую. Я очень люблю группы и вообще музыканты, которые не циклятся на чём-то одном. Знаешь, 30 лет одну и ту же песню поём, ездим по нашествиям. Народ стоит, прётся и поёт. Сколько можно? Что-нибудь другое сочини, гудьбу сделай, вот как картина. Уже хорошо. А они нам что в ответ? Ну я, я остаюсь. Типа того, да. Хорошая песня, но сколько можно? Отлично. Но сколько можно? 46-47. Я тоже люблю «Чёрную икру», но не каждый день. 46-47. Это короткий номер для СМС. Сначала свои. Я так, в шутку. Не люблю я её. Значит, ребята-красавцы, гитаристу отдельный респект. Таких талантливых не встречал. Успехов вам. Ты понял, да? Ты понял, да? Я понял. Спасибо ребятам за энергию, которая чувствуется даже через экран, оставляя все силы на работе. На вашем концерте заряжаешься желанием жить и творить в ближайший месяц. Человек, придя к вам на концерт, целый месяц может жить и творить. Ну это же... Нам бы так. Вам хотя бы раз в месяц концерта давать надо, чтобы людям помогать жить-то. Вы же профилактическое средство. О, МТ, так подписался. Человек пишет, а пускай басит, солягу забасит. Давай, Васян. Чё? Мне только с барабанами надо. Ну пускай тогда подыграете, Володя. Чё, давай, солягу просит. Чё, давай, быстрее. Быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да. Спасибо. Я не готовил. Шестая струна явно лишняя. Ты ей не пользуешься практически почему-то. Я так слежу внимательно. Это так, для прикола, что ли? В следующей песне будет пользоваться. Ладно, шучу я. Всё классно. Не-не, вот пальцев пять, струн шесть. Чем он шестой собирается играть? Я тебе скажу потом, после эфира. Как вы относитесь к импровизации музыки? Спрашивает кто там. Ну, мне кажется, все замечательно к этому относятся. Музыканты вообще хорошие. Кайфово. Пусть мама услышит, пусть мама придёт. Вот она вам импровизация. Давайте петь дальше. Что это будет? О, это хорошая песня. А, все предыдущие были фуфло-фуфлом. Да. Как я понимаю, да? Ну, нам нравится. Ну, нам нравится, да, остальное. Не, просто почему эта песня хороша? Потому что на ней я хорошо дикцию тренироваю. Это тренировочная песня. Да. И она про древний город Аркаим. Для справки, Дима. Для справки, Аркаим, ну, мы так раньше назывались. Вообще, группа Арктида раньше называлась Аркаимом. И как бы, ну, это было что-то вроде гимна, да? Но потом мы решили поменять название, потому что название... Групп с названием Аркаим в России оказывается штук семь. Да, ладно? Да. Арктида одна. Арктида одна. Теперь она, пока что одна. Но она зарегистрирована. Повезло. Так что копирайтик стоит, так что, если что, будем ругаться. Ну, давайте, давайте, Аркаим. Как всегда, живой звук в программе, живые. И здесь сегодня Арктида. Погнали. Арктида. О, великий вечный ветер! Если знаешь, что петь мне, где восстанет Аркаим? Кровь кипит, а сердце бьется, как он жил мой город солнца. Расскажи, что стало с ним. Мой Аркаим непобедим, я небеса включу опять. Через года, мне всегда, меня он будет ждать, верно ждать. Город мой Аркаим. От Арктиды до Кашмира, мы пройдем по судьбам мира. Ради веры и любви, ради чести, ради правды, мы разрушим все преграды. Город солнца, живи. Мой Аркаим непобедим, я небеса включу опять. Через года, меня всегда, меня он будет ждать, верно ждать. Город мой Аркаим. Город мой Аркаим. Город мой Аркаим. Мой Аркаим непобедим, я небеса включу опять. Через года, меня всегда, меня он будет ждать, верно ждать. Город мой Аркаим. Мы спасем из параблоков свет небесный твой. Аркаим, твои потокки говорят с тобой. Город мой Аркаим. Крутяк. Крутяк, смотри, как Андрей Демьян пишет, что я всегда думал, что металюги так же разговаривают, как и поют. Рык, рев и прочее, бля, с глюкотанием. Так можно и так, как вообще? А нет, пишет Андрей Демьян. Или вот так? Веселые парни. Музыка сегодня не для моих ушей, а вот беседу слушаю с большим удовольствием. Ну, 11-ю песню мы сегодня дождемся, конечно же. Дело придет, время подойдет к этому моменту. И интрига будет наконец-то уже разрешена. Но сегодня есть еще одна интрига. Любопытнейшая вещь, и сегодня в первый раз мы, собственно говоря, пошли на это исключительно из нашего хорошего отношения к группе Арктиды, из наших теплых дружеских связей человеческих. Я не знаю, какая будет реакция сейчас, но хотелось бы, чтобы ты, Серега, волновался меньше, чем я. Ну что, мы продолжим. Арктида сегодня здесь. Мне интересно теперь, как Серега в новом статусе для себя, уже помолвленного мужчины, будет петь дальше, как он будет себя чувствовать. Лажать буду. Ну, лажай, теперь тебе все простят, я полагаю. Про расставание следующая песня пишется. Вот это, ну, это будем считать случайностью. Не-не, кстати, это песня не про расставание, а про Динамо. А про Динамо и про новые. Тут, кстати, на всей этой истории народ, так много людей отписалось, и счастье вам пожелало. Я полагаю, что все эти пожелания, они попадут точно по адресу. А вот из Канады пришло сообщение, вот какое. Блин, как же это здорово. Полмира сидит в соплях и отмечает помолвку. Помолвку этих молодых ребят. Ну, что касается Полмира, мы сегодня тоже... Сегодня, я считаю, это вообще просто необходимо провести перекличку, пока будет звучать первая песня этого часа, имею в виду второго часа программы «Живые». Ребятки, пишите, пожалуйста, где вы слушаете сегодня программу. А потом я ребятам эту географию зачитаю. Им будет, наверное, любопытно узнать, где, в каких точках, я не постесняюсь сказать, мира сегодня слушают программу, и где у вас сегодня концерт, собственно, проходит одномоментно. Семен, возвращаясь к теме «Что такое счастье?», я думаю, сейчас все понятно. Сейчас все абсолютно понятно. В твоем случае, мне кажется, все теперь совершенно ясно. Ну что, какая будет песня? Грустная, но с веселым концом. Как называется-то песня с веселым концом? Песня называется «Холод бесед» на черных клавишах, на грустных. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Арктида». Готовы? Да. Что-то Володя запутался в проводах, я так понимаю. А мы без него начнем. А, без него? Ну, если что, давайте, начинайте без него. А вы? Из делового холода бесед Проектов, планов, ситуаций Я звал в тепло, где гаснет свет Вдвоем остаться Но вечер по осенним, а с тобой Нам разные пути отмерил И я в последний час с тобой Почти не верю Растворяются дождем Плавятся закатом Недосказанные фразы Ветер их несет куда-то Где давно никто не ждет Вечер холодом играет Но под ним надежды тают День остывает В карманах руки поднят воротник И сжался мир в одном вопросе Зачем же головою я поник Настала осень Болит душа, ну что же подело Чего я ждал от этой встречи Побудь со мною за столом Остывший вечер Растворяются дождем Плавятся закатом Недосказанные фразы Ветер их несет куда-то Где давно никто не ждет Вечер холодом играет Но под ним надежды тают День остывает Заката прогоревшего зола Воль над городом уснувшим Тоска пройдет, как ты прошла Под музыку грудков, под блеск стекла Не оглянувшись Растворяются дождем Плавятся закатом Недосказанные фразы Ветер их несет куда-то Где давно никто не ждет Вечер холодом играет Но под ним надежды тают День остывает Вот так красивая песня Сопля, она мне, кстати, не нравится, если честно Да ладно Сопля, сопля По-моему, сейчас как раз очень кстати-то Соплята? Ну, конечно Сам же расчувствованный же По поводу, кстати, вот этой песни Я больше всего хотел на нее клип Но мы сейчас спорим На какую песню клип снимать А клипов пока нет Нет, есть один Только Но тот, на который мы собрали С помощью краудфандинга Планете, спасибо Планете, спасибо Ну, не только планете Прошлые живые Как раз-таки нам очень помогли Ну, нет Ну, мы помогали-то на планете же Да Ну, что Мы старались Как могли Вот То есть Блин Я забыл, что я хотел сказать На самом деле Ты хотел сказать Что-то Мы снимать Да И мы спорим Парни хотят Что-нибудь боевое Я, наоборот, хочу Более форматное То есть такое Более такую вещь Полегче А форматное Что ты называешь более форматным Мне просто Попсовую То есть ты считаешь, что попса Это формат? Ну, как бы, да Поп-музыка Без комментариев Без комментариев Нет, подожди, секундочку Секундочку Если обратиться к терминологии Нет, ну, допустим Формат Муз-ТВ Хорошо Если Если вот так Бог с ним Я сейчас не буду комментариев никаких Да, по поводу Муз-ТВ Так вот Если обратиться к терминологии То рок Это разновидность поп-музыки Это не я придумал Медийная музыка Это не я придумал Рок Это все равно музыка Которая рано или поздно Становится популярной То есть Если группа рок играет Но при этом популярной И звучит отовсюду То можно сказать Что это поп-группа Или там коллектив Играющий популярные песни Это совершенно нормально Поэтому в моем понимании Формат Это то, что вы делаете И гудьба формату И не знаю И помни формат Все формат Главное, чтобы это было Ваше Чтобы это вы делали С любовью И открытым сердцем Нет, Семен Здесь немножко по-другому То есть Как просят Да, вот меньше гитар Чтобы там Валева такого мощного не было То есть Менее тяжелая Скажем так Вещь То есть более Облегченная Может быть Даже Ну, если так Знаешь Скакать По желаниям Одна радиостанция просит Потяжелее Другая полегче Ну, что же Так прыгать Не, ну мы же клип снимаем Мы же не альбом пишем У нас три альбома А клипа один Так все равно Клип-то на песню Ваш уже А, ну, конечно А снимайте два Снимайте два Один с Валевым Другой без Валева Вот и всем Сестрам по серьгам Денег не хватит При наличии продюсера Можно и три При наличии денег Можно вообще Как Андрей Аркадьевич Ковалев Я думаю Что вы соберете Я думаю Мне кажется Что вы соберете деньги Группа-то вы хорошая Качественную музыку делаете Поклонников у вас много И с каждым днем Становится все больше Так что помогут Если что Интересна география эфира? Очень Очень Ну что Давайте тогда рассказываем Нелидово Тверская область Чебоксары Новосибирск Славянск Донецкая область Пермь Минск Юсентуки Монреаль Где, кстати Соплю пускали Да, помнишь? Янакиево Это тоже Донецкая область Нижний Тагил Волгоград Мариуполь Новороссийск Побережье Карибского моря Иркутск Сольца-Новгородская область Тверь Архангельск Рига Это Латвия Брянск Нижний Новгород Ульяновск Арзамас Ростов-на-Дону Балашов Саратовская область Боровляны Белорусск Ленинград Ну это Санкт-Петербург нынче Москва и Питер мы не берем Потому что это однозначно Ужгород Западная Украина Речица Белорусь Новосельце Тамбовская область Барнаул Курганская область Ктова Ухта Желает вам счастья Ставрополь Семипалатинск Казахстан Елецк Киров Ниагара Фоллс Это штаты И да в соплях Совет да любовь Пишет Мария Савич Из Ниагар Новороссия Донецкая область Донецкая народная республика Город Донецк Ужгород Украина Сыктывкар Пермь Архангельск Северодвинск Нью-Джерси Юсей Люберцы Красноярск Лондон Великий Устюг Петрозаводск Светлодарск Это тоже Украина Нижний Новгород Павлова на Оке Версма Не поверите Улан-Удэ Не сплютут Пишет человек Время-то там другое Поэтому трудно конечно В это поверить Это мама моя слушает А мама да Лондон Казань Калач-Надону Волгоград Скопин Визанская область Мелитополь Ну и так далее Сюда еще Великий Новгород Город Волжский И Братск Это те кто сейчас точно слушает Мне очень понравилось Когда вы перечитали биографию Такой Нью-Йорк И такой Люберцы Ну так Очень здорово Мне клево-клево Люберцы ничуть не хуже Нью-Йорк Меньше Меньше Поменьше немножко Но там такие же люди Живут Значит Владимир Лебедев пишет Скажите Это их бывший войс А это Володя Вот А Никита Николаев почему-то Под ником Никита Николаев Надпись Сообщение Владимир Лебедев пишет Скажите Это их бывший войс Так кто он Николаев Никита Или Владимир Лебедев Владимир Лебедев А почему у него Ник Никита Николаев Наверное Ему нравится Игорь Николаев А Никита Это Никита Сын Александра Малинина Здесь Никита Стас Вот он же меня пишет Называйте имена Никита дорогой Или вы не Никита В данном случае А Владимир Если я буду еще имена называть Мы как раз минут 40 И не уложимся Перечтение городов Нельзя Следующая песня Моя любимая Все Надо петь Надо петь Географию ты освоил Почти уже женат Поэтому у тебя сейчас Наверняка внутренний подъем Не вот мне понравился Тот парень Который с Карибских островов Пусть координаты мне оставит Свяжемся Побережье Карибской воли А почему тебя именно это место Так интересует А других пока не предложили Потому что там Джонни Депп Плавал на пиратах У тебя своя логика У тебя своя Как называется следующая песня? Что же я с микрофонами Это запутался Везде торчит Так Следующая песня Это вообще одна из моих Наверное Это же самая моя любимая Вторая по-моему Она называется Открой глаза Просто Очень она мне нравится И по смыслу И по подаче Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Арктида Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Раскололся день Главный день Из самых горьких дней Ты загнал в бою Своих коней Карта Бита Ты один теперь Ты раздавлен тяжестью потерь Но душа твоя открыта Но зажат еще как прежде Меч в руке твоей Открой глаза твои Серьезные шансы Пускай гроза И пропасть мир летит Ты все Сказал Осталось Лишь Сражаться Открой Глаза И теперь Передрешай И помештай Из наивных грез Ты попал сюда Где все всерьез Не случилось счастья Не спылось Мало Света Острие ножа В эти сто часов Покрыло ржа Ей отравлен вкус победы Но жива еще надежда И чиста душа Открой глаза твои Серьезные шансы Пускай гроза И пропасть мир летит Ты все Сказал Осталось Лишь Сражаться Открой Глаза И теперь Отрешай И помештай Открой Глаза Твои Серьезные шансы Пускай гроза Пропасть мир летит Ты все Сказал Осталось Лишь Сражаться Открой Глаза И теперь Отрешай И помештай Понимаю тебя Понимаю тебя Отчешуительная песня Понимаю тебя Это очень хороший показатель То есть ты даешь таким образом понять свой диапазон вокала А кстати учился вокалу? Не Вообще не учился Ну что такой разгильдяй А так получилось, что я когда пришел учиться в свой институт Пришел Какой? Давайте не будем без Хотите, не вопрос МИСИС Институт стали и сплава бывший Молодец Там были кружки В том числе и вокальные Я хотел петь Вот очень хотел петь Пришел к преподавателю Говорю Возьмите меня Научите петь Он меня послушал Говорит Чувак Иди занимайся металлом Чем угодно Петь тебе не дано В смысле металлом он имел ввиду? Нет металлом Сталь Сталь Сплавы делай Учись химию Физику Петь тебе не дано Не мучай ежика Не мучай котят Не мучай мои уши Иди Хочешь назвать имя этого человека? Пусть он будет счастлив Удачи ему На самом деле Я вот так об этом рассказываю Но каждый же может ошибиться Правда Правда Поэтому я ни в коем случае его не виню Действительно Я ему от души желаю счастья Здоровья Он дал мне стимул Стимул учиться и доказать Что он был неправ Он видимо сейчас сам Металл варит там Нет Он кстати хороший тоже певец Реально хороший певец Все умеет Но вот не рассмотрел Дал мне стимул Я тогда еще молодой Меня вот на слабо можно было взять Так Но в итоге ты как стал дальше-то бороться с этим В итоге я стал петь в рок-коллективах Не очень долго на самом деле там задерживался Потому что был часто не в ладах с лидерами так называемыми Пел Учился Пел Учился Учился Пел Пел Учился Практика Ничего более Ну и конечно же ориентиры В том числе и западные Кого-то На кого-то хотел быть похожим У кого-то брал какие-то фишки Мне очень нравится например Такое знаете сочетание гипотетическое Майкл Киски Стив Ли Это группа Готхарт И вокалист группы например Стил Харт И при этом мне очень нравится вокалист Рамштайна Вот и все это вместе И Кутиков Тебе нравится И очень нравится Кутиков Это из наших Он прям вот Гуру вокала лично для меня В Позвизде был один из вопросов В каком-то интервью Что Какая песня мне больше всего нравится в плане вокала Позвиз Потому что там я дал Кутикову в припеве Если послушать альбомную версию Она отличается от той что я пою вживую Ну вот по-разному я их постоянно чувствую Там Бог А тут Кутиков Вот Но Кутиков это для меня вот такой ориентир Который не Кипелов Его невозможно спутать ни с кем Можно спутать Да Надира Кулова с Кипеловым С кого угодно Но Кутиков Однозначно нет Слушай Вот в этой связи от Владимира Бердешевского вопрос Вопрос к вокалисту А песню группы Deep Purple Child in Time Получается ли вытягивать? Спрашивают только лишь из любопытства Чисто для себя Пишет Владимир Не пробовал? Пробовал И была даже группа такая Короче тоже Каверы делали на Deep Purple Я уже не помню как она называется И там мы пели и Smoke on the Water И Child in Time И все это мы вытягивали Я еще тогда вытягивал Сейчас не знаю А попробовать не хочешь? Сейчас нет Я же болею А я забыл А что с персиковым маслом? Я понял Да К тому же знаете Вот это все относительно Потому что когда папа первый раз услышал вот эту песню Я там что-то тоже фанател по Deep Purple Он пришел с такими глазами и говорит Где кошка застряла? Где? А чем у тебя папа по жизни занимается? Мой папа Не спасатель? Он как раз таки металлург Он действительно варит сталь То есть он больше металлист чем я Сейчас он наверняка слушает и смотрит нас Поэтому привет Пользуясь случаем Да Подожди секундочку А папа-то в курсе, что он вот-вот станет Как это называется? Есть? Нет? С векром Да мне кажется в курсе Ну нет Если эфир смотрит Мне кажется он догадывался Когда я привез Таню знакомиться с ним Мне кажется он тогда уже что-то почувствовал неладное То есть вот в тот момент Мне кажется у него зерно сомнения такое зародилось в душе Мы его убедили теперь в том, что все было не зря Все эти годы были не зря Окей Давайте мы еще дальше попоем немножко Что-нибудь бы Хотелось бы Напомним, что это новый альбом Который сегодня презентует группа Арктида Альбом «Помни» А что Дима так пожал плечами и пошел? Он думал, что вы его чем-то спросите Спрошу обязательно Я долго спрашивал Серегу Я просто люблю поболтать много Я думал, что мы подольше поболтаем Я замечал Нам бы попеть бы Поболтать мы всегда успеем Это милости прошу Попеть Следующая песня Опять-таки она раскрывает другую мою сторону вокальную Она называется «Беги» В ней просто много радости Наивной, чистой радости Что-то Димка мечется туда-сюда Ну иди уже выйди Что хотел сказать? Как всегда живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Арктида Поехали Холодный дождь поджег рассвет И снова солнцем мир согрет Ты видишь небо глубину И улыбаешься ему А капли ночи на тролле Те, что спустились при луне Блестят на солнце, как хрусталь Дождливой ночи им не жаль Ты видишь эту красоту И сердце рвется высоту Так беги, пока ты молода Пусть хранит тебя моя звезда Пусть мечта тебя вперед ведет Пусть надежда оживет Так беги, ведь ты так молода Позабыть ты злых голода Там рассвет, приказни и мечты Там узнаешь счастье только ты Раскинув руки, ты бежишь Как будто веришь, что взлетишь Влетая в волосы мечты Поверив в силу красоты Ты так прекрасна и чиста Как лишний цвет твои уста Пол неба прячется в глазах И запах мяты в волосах Ты веришь в счастье и рассвет Тебе пути обратно нет Так беги, пока ты молода Пусть хранит тебя моя звезда Пусть мечта тебя вперед ведет Пусть надежда оживет Так беги, ведь ты так молода Позабыть ты злых голода Там рассвет, приказни и мечты Там узнаешь счастье только ты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улетай на тыльях ветра И мчись вперед и вдаль Остречу солнцу Туда, где шепот рот И речки пенье Где ждет тебя все то О чем мечталось Так беги, пока ты молода Пусть хранит тебя моя звезда Пусть мечта тебя вперед ведет Пусть надежда оживет Так беги, ведь ты так молода Позабыть ты злых голода Там рассвет, приказни и мечты Там узнаешь счастье только ты Сложная песня Клевая песня Сложная, но, правда, раньше написана другим человеком Во второй части Римский Корсаков, по-моему, да? Нет, это Бородин Это цитата из Бородина Это цитата из Бородина Бородин не в курсе Нет, да-да-да-да Это точно из князя Бородин не очень в курсе Но, в принципе, эта песня Она, на самом деле, используется Уже не только вами Она многими используется Это нормально Ну да Это просто цитата Не-не, в общем, она Указали, что это цитата Очень хорошо ложится, на самом деле Здесь она к месту Правда Смотри, чего пишут Кстати, напомню 46-47 46-47 Это короткий номер для СМС К ваших Сначала пишите свои Парабельщик Потом уже все, что хотели бы написать И Глеб Калявин Из Петрозаводска написал Вот что Сначала эфира Сейчас, подожди Я даже подложку уберу В тишине произнесу Сначала эфира Пахнуло чем-то древним и родным Идеальные песни для трех богатырей Спасибо большое Русская народная группа Арктида Прошу, Лебеджал Очередное доказательство того Что даже не используя Фолковых инструментов И фолкового вокала Вы умудряетесь сохранять Или, может быть, даже Культивировать в своей музыке Которая, в общем-то Симфо, пауэр, метал Как угодно это называют Что-то русское Что-то такое корневое Как вам это удается? Для меня, правда, загадка То ли аранжировками своими То ли манерой Я не понимаю Правда И не один я это, оказывается, заметил Что три богатыря Имею в виду русские народные Какие-то дела Как это получается? Кто пишет аранжировки? Кто делает аранжировки? Я? Скромно сказал Дмитрий Я Я Кто тут атаман? Атаманка Я А кто тексты пишет? Тексты пишет нам никто Как это Как бы этот Как его Господин Эскобар Вот сейчас кое-кто обиделся Ты его назвал Ее назвал никем Нет, нет, нет Это цитаты из видео этого Культового Не видели? Про Эскобара Когда Ну ладно Я вам пришлю Хорошо Хорошо, нет На самом деле нам пишут два поэта Ну, да, два поэта Первый из них Это Татьяна Белянчикова Я уже об этом говорил, да Вот она является автором текстов Половины этого альбома В том числе Это у нас Помни Это у нас Без комментариев Прости Открой глаза Кусто Мама Какие еще песни Ну и со второго альбома Это Светило посреди планет Что еще Что в ротации своего радио крутится Дождь Помни, моя империя Светила Моя империя Владимир Лебеди Свобода Свобода тоже Владимир Химера Химера, это не наша Это Ария Нет, есть группа Химера Это я вспомнил вдруг Кстати, наши хорошие товарищи Регулярно с ними выступаем Смоленск Ну как регулярно Два раза выступали с ними Смоленск Отличные ребята, да Ария? Не-не Ну Или Химера Химера Да, Химера прекрасна Они были у нас здесь Второй поэт Это Володя Лебедев Собственно основатель группы Вот Пазвист Это его песня Ну то есть Вся языческая тематика От него идет Как бы То есть И название он даже придумал То есть он вообще, да Идейный вдохновитель группы Да Вот И Он меня как бы Не то что подсадил На родноверие Скажем На родноверскую тему А то есть Ну мне Очень нравится Вот это почитание Нашей культуры Древней Через музыку Потому что я Сам-то это Чего? Не изучал историю Вообще ничего А вот Самим и не местные Самим и не местные А вот через песню Это легче доносить Слушай, а как вы Образ Я имею ввиду Внешний имидж у вас На сцене какой Есть какие-то Ну хоть какое-то Приближенное К тому, о чем ты сейчас говоришь У меня теперь Белые облигающие брюки Я не знаю Сколько это приближено Но они из натуральных материалов Это очень важно Для внутренних органов Мы красим глаза Там не знаю Я выступаю в белом фраке Там в бело-черно-белом фраке Не знаю Ну Выглядим мы в принципе как Антон вообще красавчик Вовочка Он когда распускает волосы Белая рубашка Растегнута Ну все Его там девчонки все пишут А можно мне с Вовочкой Рядом посидеть во время концерта Ну он такой весь Такой Вот Нет, конечно К язычному Мы там в волчьей шкуре Не выходим Села рядом и посидела Да И посидела Была девушка Стала бабушка Нет В общем С язычеством Мы ничего Конечно же Не похожи Мы там в волчьей шкуре Не выходим То есть Люляму с собой Не носите Нет Я не считаю Что это важно Ну хорошо Внешний вид Просто Ну мы Просто хорошо Не ну у нас же не только языческие песни Вот в чем дело То есть у нас есть патриотические песни Очень много Например там Клятва Моя империя Светила Клятва родноверская песня Ну ладно Окей У нас еще куча Вот город солнце Она не родноверческая Правда Я к чему говорю К тому что Родноверию мы конечно Уделяем большое внимание Но это не единственная Тема Которая нас интересует Ну да Нас больше интересует Даже тема патриотизма Со всеми вытекающими То есть Я не говорю То что надо быть Прямо родновером Но надо чтить и уважать То что было У нас в истории Не надо думать Что вот то что нам навязали Вот там До 988 года Пока Русь не крестили Мы были Не пойми каким быдлом Пригласили Рюрика Поправь нами Ну не было вот этого Вот это вранье Оно настолько Меня раздражает Почему не было Ну потому что реально Этого не было Уже археологические раскопки Говорят о том Что у нас было Выстроено цивилизованное государство Это правда Да Но Рюрики то пришли править Не пришли Но Рюрики Они были в общем то славянами Ну в общем да Безусловно А нам навязывают Что это были скандинавы А да боже упаси Ну вот и я о том же То есть людям надо Просто как то пытаться Доносить Даже не истину А хотя бы сомнение Сомнение в том что Не все что нам говорят в школе Это правда Точнее не так Не все что нам говорят в школе Это истина Вот знаете Мы говорили о папе Папа заложил мне в голову Одну простую мысль Точнее одну простую философию Всегда думай И всегда проверяй И всегда проверяй Вот молодец папа Как папу зовут? Валерий Викторович Лобанов Отличный специалист Валерий Викторович Вы прекрасный отец Я уверен Прекрасный металлург Вырастили прекрасного Воспитанного И теперь уже почти женатого сына Возвращаясь к вопросу О том Что мы Себя представляем На сцене Мы всегда позиционируем Вот допустим Нет такого четкого определения Вот мы там язычники То есть мы Я позиционирую нас Как рассказчиков-повествователей Которые рассказывают Разные истории Допустим Позвист Это просто песня о Боге А не то что мы волхвы И начинаем это все Я понимаю Язычники не язычники А кресты то христианские Ну не суть Я говорю о том Что мы просто Это как художественное Я понял Образ 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 Который внесет Тоже хорошая Интересная была сейчас темочка Ты же поговорил наконец Да Можно пофиг Я вообще я доволен Я доволен Язык развязался Можно наконец уже и попить Тут кстати что касается Вашего умения болтать Владимир пишет Не не Владимир Ленок Ребят не только талантливые музыканты Но очень веселые Креативные Заряжают позитивом И от просмотра эфира Поднимается настроение Молодцы Вот как А вот кстати Сейчас будет песня Сейчас будет песня От которой поднимается У некоторых не только настроение Но и Так Кусто называется песня Кусто Кусто Ну песня про женщину на самом деле Я понимаю Кусто песня про женщину Да все логично Просто пометой о том Как помни или помни Не кусты А кусто Здесь надо именно помять Ну вы сейчас все сами поймете Поймем Поймем Не дураки Чай тут сидим Как всегда Если сможешь Прости Живой звук В программе живые Здесь сегодня Арктида Поехали Все другие бабы Отстой Ходят хмурятся Посвети сегодня Звезда Я даю Лица Пригласи меня На постой Будешь умницей Ты мое море А я твой Кусто Звезды в небе Ставят прочерк На изломе Гулкой ночи Ты, наверное, Что-то хочешь Раз пришла Сюда одна А я Не прочь Собер Помочь Все другие бабы Отстой Ходят хмурятся Посвети сегодня Звезда Я даю Лица Пригласи меня На постой Будешь умницей Ты мое море А я твой Кусто В час порока И разбоя Мы согреемся С тобою Нас сегодня Будет трое Ты и я И эта ночь Пожар И дрожь Чего Ты ж Ждешь Чего Ты ж Ждешь Все другие бабы Отстой Ходят хмурятся Посвети сегодня Звезда Я даю Лица Пригласи меня На постой Будешь умницей Ты мое море А я твой Кусто Пожар И дрожь Чего Ты ждешь Все другие бабы Отстой Ходят хмурятся Посвети сегодня Звездой Я даю Лица Пригласи меня На постой Будешь умницей Ты мое море А я твой Кусто Студия аплодирует практически стоя За честность Примоту Так сказать Без всякой там идеализации Все правильно Все по жизни Фафи Не Рафи Рафикан Вот так Латинице сложно Ребята вы красавцы Начала слушать группу недавно Но уже ору все песни в голос За рулем по дороге на работу Е Вот Понимаешь какая штука И Кусто тоже И Кусто думаю тоже Раз уж все пишут А вот Борис Никулин просто написал Ужасно обожаю эту песню Кусто Каждое утро со дня выхода альбома Она делает мой день Кем работаете неинтересно Борис Если эту песню делать Интересно Что каждый день приходит новая Вообще он красавец Он понял весь юмор И вот весь тонкий подкол от этой песни Потому что сколько было шквала Вот знаете вот этой вот жижи На нас За то что Да что вы себе позвали Да кого вы тут прессуете Вы что так к женщинам относитесь Да Ребята Это песня Мечта Мечта Любого нормального Гетеросексуального парня И если кто-то Из парней скажет Что он об этом не мечтает Он Либо Нетрадиционной ориентации Не будем материться Спасибо Либо Брехло Так То есть А сама ситуация Это когда Женщина Да Приходит К тебе С непристойными Предложениями И хочет Их от тебя получить И ты как бы не против Что-то Вовка Хочет признаться Что нетрадиционной ориентации Это крайне суровая песня У меня даже палка сломалась Именно на этой песне Вова Как хорошо Что только эта палка А значит Я раньше У шнура слышал Ты моя лошадь Я твой ковбой А тут кустой Море Пишет Владислав Мастер Мы более да Мягко Мягче Но в любом случае Смотрите как Во первых Я абсолютно согласен Потому как честность И сам по себе Честный подход Это очень важно Но самое интересное Во всей этой истории Что все песни В которых поется О том что мужик Там почти как Осеменитель По всем прошелся Больше всего Любят девки петь Ты понимаешь Вот парадокс Именно в этом и заключается У того же шнура Кульма О нем вспомнили Одна из тех песен Которые бабы завывают Пардон за прямоту речи На всех концертах Эта песня Не могу вслух произнести Короче Падшие девочки Помогите дяде Да Есть такая Есть да И вот как только он Начинает ее петь Женский голос По всему залу Думаешь Господи Прости девчонки Ну вроде А может они не понимают О чем поется То есть они не знают Что такое слово значит Да Может быть Все очень хорошо Может быть падшая душа Там понимаете Романтика Вампиры Это судя по всему Вырывается наружу Внутренне То что Знаешь как То что прячется В женщине И она не может себе позволить Этого в жизни Но хотя бы помечтать Ну на концерте шнура Вот этого красавца Да Она может раскрыться У которого судя по рекламе Проблемы с пипиркой Там да Как говорят Он же Али Капс По моему Это Али Капс Проблемы? Ну судя по рекламе Да не Ну если верить всей рекламе То у нас у всех Сплошные проблемы С волосами Потому что перхоть И с пипирками у нас у всех Проблемы Я думаю что у него А у девочек Проблемы с Да С красными дьями Периодически случайно Вот больше ничего в стране Кстати единственная правда По моему Не по моему Шнуру просто Много заплатили Он деньги мне кажется Ну естественно Естественно А мы сейчас что-то По шнуру прошли Спасибо ему большое Конечно за Возвращение За наше счастливое детство Классный музыкант Безусловно Безусловно Теперь касаясь Вашего творчества Что мне у вас всегда нравилось И что допустим Цепляет меня лично В ваших песнях Почему они в ротации Вот именно этот Сейчас скажу Как есть Такой звериный Абсолютно Открытый В хорошем смысле Звериный Сейчас я говорю Не вы же Да Мы и так можем Да Очень искренний подход Ко всему Что О чем вы поете Вот какая-то действительно Есть в этом От земли Да От земли родной Что называется Дух какой-то Странный На мой взгляд Он хороший Странный Откуда он взялся Вы же молодые люди Совсем еще Ну и что Космос Как Ну и что Ну нормально Ну и что К таким вещам приходят Знаешь как Коротко историю Даже не история Скажем А наблюдение Гуляла Гуляла Вот была той самой Которая была Многие годы Гуляла Гуляла После 50 бах И в церковь пошла И такая набожная стала Такая правильная Ходит и всем остальным Говорит Не гуляйте Не делайте этого Это же грех большой Но правда при этом 49 лет до этого Ходила по всем углам Что называется Вот с возрастом Примеряла Да Себя На выдержку Вынесу Пупок сотрется Или нет Была задача проверить Так вот Люди-то с возрастом Только приходят К такого рода вещам А у вас Это как-то так С юности Я имею ввиду Любовь к земле К родине Что ли К исконному К своему К родному Это круто Что сказать Мне лично это нравится Мне лично это Спасибо На самом деле Я думаю Что здесь плюс Еще ко всему Вопрос воспитания Как воспитали Любовь к родине Ну я человек Рожденный в Советском Союзе Я Люблю свою родину И дело даже не в том Сколько мне лет Я просто ее люблю Хорошие слова Надо петь Надо петь Сейчас 11 11 Вот-вот Интрига Вторая интрига За сегодняшний эфир Здесь немножко Другая интрига Песня Которую мы Сейчас исполним Она как раз таки Относится Частично к родине Частично Она относится Даже нет Не частично Она в принципе Относится к каждому Абсолютно каждому Но сегодня Мы хотели бы Ее посвятить людям Которые Натерпелись От ужасов войны Причем вне зависимости По какую сторону Потому что Страдают Всегда мамы И следующая песня Называется Мама Как всегда Живой звук В программе Живые Об этой песне Говорили несколько раз Сегодня за весь эфир Поэтому сейчас Слушаем очень Внимательно С придыханием Арктида здесь сегодня Со своим новым альбомом Помни Сквозь суету городов Звонками, делами В стуке ночных поездов Короткими снами Светом в родном окне Снова летит ко мне Твоя улыбка Твоя молитва Со мною в каждом дне За все Чем жил и дышал За каждый мой шаг Я песню пою В благодарность тебе Прими ее Мама За все Чем я согрет За ласку и свет За все Чем привязан я К этой земле Спасибо тебе Мама Мама В нервном течении дней Опасном и быстром В шторме Житейских морей Ты Тихая Пристань Смотрит Через года Словно в ночи Звезда Твоя Улыбка Улыбка Твоя Молитва Со мною Навсегда За все Чем жил и дышал За каждый мой шаг Я песню пою В благодарность тебе Прими ее Мама За все Чем я согрет За ласку и свет За все Чем привязан я К этой земле Спасибо тебе Мама Мама Все мамы разные Но ждут одной минуты Увидеть нас Стоящих у дверей У каждой В сердце Океан уюта И для героев И для блудных Сыновей За все Чем жил и дышал За каждый мой шаг Я песню пою В благодарность тебе Прими ее Мама За все Чем я согрет За ласку и свет За все Чем привязан я К этой земле Спасибо тебе Мама 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 Красиво Красиво Чего сказать Красиво Это романс Я понял Я заметил Я думаю Что мамы тоже Очень трепетно Относятся к этим Песням К этой песне Как минимум Наверняка А эту песню я написал Мамин на юбилей На 18 лет Музыку ты написал Музыку А слова написал Михаил Татаринцев Это Бывший Поэт Ну нынешний поэт Это бывший Вокалист группы Белый шаман Есть такая группа Хороший поэт Смотрите-ка У нас еще всего Осталось-то одна песня Просто по времени Больше не попадаем Но Внимательно читаю Будьте внимательны Читаю сообщение В группе ВКонтакте А после эфира Группа Не хочет ли заехать В известное Некоторым участникам Место На Садовом кольце Вас ждет Вас ждет Пирог Блины Дагестанский Коньяк И кальян Спрашивает Петр Малиновский Петр Малиновский Оооо Какие люди нас слушают Я думаю что Есть что отметить Вам под дагестанский коньяк Да Да Я не против И не важно что будет Уже 29 Вокалист не приедет Ну в общем Петр я так понимаю Ждет В известном заведении Не а мы Мы легкие на подъем Да Ну что на коньяк Ты че Че а ты На коньяк Кальян Вообще легко Я напомню Группе Арктида У нас репетиция Восемь утра Завтра Заметьте Сказал об этом Не руководитель коллектива А барабанщик Ломающий казенные палочки Которому просто Дальше всех Я их сам покупаю Да шучу я Господи Какой он Сколько у него еще есть времени Чтобы с пультом убежать Семь минут Не у нас там охрана А Вы же заходили помните Там серьезно Я охрану заберу Волочка Я не знаю на самом деле Что вы заготовили на финал Что это будет за песня Народ понимает Что тут начал писать Рекомендации и просьбы Дождь хотят услышать Там что-то еще Нет секундочку Никаких заявок Наверное выполнять Нет смысла Просто потому что Сегодня и так Весьма неординарный эфир Получился Поэтому как есть В плейлисте В треклисте Так и будет В любом случае Как вы сказали Сегодня не только Песни с нового альбома Звучат правильно Есть и языческая Это как скажете Так и будет Главное вы сейчас Мне скажите Сколько она Пархан на метражу Примерно Вот описка Которая будет звучать В конце Четыре с половиной минуты Четыре с половиной минуты Сколько Реально Это четыре с половиной минуты Мне выйти Сказал Она большая Значит придется прощаться Ребят Ну во-первых Спасибо что пришли Вы кайфовы И что тут сказать У вас мне кажется Очень большое и светлое будущее Просто потому что Оно и настоящее Это у вас Вполне себе серьезное Уже сейчас Дальше хотелось бы Чтобы все только в гору В гору И в гору Будьте вы здоровы Чтобы вы жили долго Чтобы у вас все сложилось Как надо И во всех смыслах В музыкальном и в человеческом тоже По-человечески все с вами ясно По музыке тоже Главное теперь Чтобы все сложилось Как бы В карьерной Ипостаси Очень бы хотелось Чтобы группу Знали всюду Все везде И при упоминании Группы Арктида Говорили А ну так понятно Это же Арктида Это же крутяк Это же замечательно Мне бы лично этого сильно хотелось Ради того Станцию создавали Собственно говоря Ради того Чтобы у вас Что-то может быть Пошло несколько быстрее Чем когда-либо До сих пор Вот Будьте вы здоровы И главное Будьте счастливы Эти двое Как минимум Очень вас прошу об этом Потому что мы тоже стали Заложниками ситуации И теперь мы В данном случае Как сваты здесь выступаем Мы за вас тоже Теперь отвечаем В какой-то степени А я знаю Кто у меня будет диджей На свадьбе Пока не говорим Надо я думаю Петь Какая это будет песня Это будет песня Мы хотели тоже В ответ вам пожелать Здоровья Спасибо тебе большое Да Это ты глядя мне в глаза Сказал сейчас Ну и процветание И процветание Вашего дела Когда желаешь здоровья Начинаю в себе сомневаться Которому Нет Которому вы преданы Так же как мы своему Спасибо Вот А песня будет Старенькая будет песня Ну как старенькая Она уже реинкарнированная Реинкарнированная На моем друге Да В живых не звучало Теперь прозвучит Песня Клятва Клятва Спасибо братцы Хороших вам всем выходных Прощаемся с вами До понедельника Группа Арктид Заканчивает песню Клятвой Вернее свою программу Сегодня песни Клятва Это очень красиво получается Всем добра Будьте здоровы Пока Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Дай мне слово Дай мне клятву Драться до конца Смерть за смерть И снова в битву Кровь утрислица Ради славы и победы За страданье ни при чем Как сражались наши деды Вражью тьму крушал мечом Лишь победа Придам ту клятву Ту клятву что я дал Земле своей родной Честью клянусь Не отступлюсь И не предам Этой клятвы священной Ветер со мной Садим брошусь Он проводник Моей злобы недвенной Дай мне слово Дай мне клятву Позабудь про страх Клич героя Гимн победы На твоих устах Докажи, что кровь героя Бьется в жилах у тебя Выходи с судьбой На схватку В сердце страхи и зимя И все огнем одет огонь Как ты траву Палишь весной Сожги меня Коль я предам Ту клятву что я дал Земле своей родной Честью клянусь Не отступлюсь И не предам Этой клятвы священной Ветер со мной Садим брошусь Вой Он проводник Моей злобы недвенной Кто не сдался Тот, кто чтил Приготовь свой меч Ищет Тот, кто помнит Кто живет Лишь таких побед Ожидет Слышишь небо Без бою Я рожден Стоять в строю То, что было То, что есть На земле Все наше здесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ЖИВЫЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Привези мне солнца Полный чемодан И килограмм веснушек Буду счастлив Если не забудешь Привези мне небо Положи в карман И никого не слушай Ничего в кармане С ним не будет Через две границы Через две границы